Здравствуйте, дорогие друзья! Поступил мне небольшой заказ. Я недавно делал вот такие шестерни. Это были шестерни для гитары токарного станка ТВ-4 и ТВ-6. На ТВ-7 они, как оказалось, не подходят. Позволяет увеличить диапазон шагов нарезаемых резь, увеличить ходы подач. В этот раз нужно будет еще сильнее расширить ассортимент. Сделать и вот из такого кругляка шестерни на 48 зубов, которые позволят даже делать шаг 2 и 2,5 миллиметра. То есть уже даже можно маленькие ходовые трапециевидные винты нарезать для тех же ТВ-6. Вот эту шестерню я делал из дюраля. Осталась даже одна заготовка. Я хотел попробовать новым методом нарезать шестеренку. Но я ее портить не стал. Попробовал новый метод на болванки и у меня получилось вот что. От этого метода пришлось мне отказаться. И в этом видео буду нарезать обычным моим методом. С большими шестерами понятно. Также буду делать из дюраля. Вот здесь клеймо D16T. Это твердый закаленный дюраля. Он достаточно твердый. И шестеренка, по крайней мере, вот эта. Она у меня сколько уже работала? Может быть часов 5 она работала. И никаких тут даже заездов. Ничего нет, ни смятости, ничего. А использоваться она будет редко. Для более часто используемых шестерен я их сделаю из бронзы. То есть это будут стандартные шестерни на стандартные шаги. Также постараюсь, попробую из стали сделать. Приступаю к изготовлению. Будет много токарки и буду делать с разных материалов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Заготовки под самые маленькие шестерни практически готовы. Здесь остался не сделанный, только наружный диаметр. Но его я буду делать вместе со всеми остальными шестернами. Потому что он будет делаться с оправки. Следующая по списку это стандартная шестерня на 24 зуба. Мне нужно сделать одну штуку. Но опять же сделаю с запасом. А вдруг кому-то понадобится еще. Заготовки под самую большую шестерню. Пока работаю с желтым металлом, решил выточить и болванку под самую большую шестерню. ГРАБА ПОДПИШИСЬ 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 Сделал оправку на токарном станке. Не вынимая ее из патрона. И теперь нужно будет обработать наружные диаметры. Все-таки хорошо в партиях то, что можно один размер выставить и гнать резцом потом. Детали можно сказать, что сотнями. Размер готов. Многие не любят работу партиями. Считают обезьянь работой тупой. Я с этим в корне не согласен. Во-первых, мозги разгруженные. Ты делаешь и стоишь, думаешь совершенно обо всем, о чем угодно. Можно помечтать, можно что-то попланировать. А когда делаешь работу разнообразную, где много разных деталей, то там все время только об этой работе и думаешь. Как, что, куда, где болты искать и так далее. Здесь тоже работа творческая. Потому что когда нужно сделать много деталей, приходится очень хорошо думать, как же их сделать, чтобы было как можно проще и быстрее. Дошел до шпон пазов. Сразу буду делать все шпон пазы. Как видите, буду делать на большом станке. Решил я ТВ не мучить. Поставил уже заготовку дюралюминиевую. В общем, порядок цифр здесь такой. На стальной шпон паз, причем сталь вязкая, неудобная, уходит около 5 минут. На дюралюминиевый шпон паз сейчас вы увидите, сколько уходит времени. Все готово. Я надеюсь, вы оценили время. Смотрим, что получилось. Шпон входит и не выпадает. И так, и таким образом тоже. Все шпон пазы готовы. А теперь, внимание, будем нарезать шестерни. Для изготовления всех этих шестерен, а также для последующих проектов, сделал такое вот делительное приспособление. В качестве фрезы используется вот эта оправка. В это отверстие вставляется кусочек сверла на 8, переточенный под модульную фрезу. Как получается модуль у меня? Это заводская шестеренка. И я думаю, ни у кого не должно возникнуть сомнений, что здесь нормальный эвольвентный профиль зуба. Поэтому я просто беру и копирую его, чтобы не было никакого люфта и никакого просвета. В итоге мы получаем точно такой профиль, который нужно прорезать вот здесь. Насчет того, в каком режиме работают эти шестерни, я вам еще покажу. Вы вообще удивитесь. Ну а пока приступим к изготовлению. Сделаю сразу две бронзовых шестерни. Делительный диск установил на 24 деления. Когда зажим ослабляется, можно вот этим фиксатором проворачивать диск. Вот так и идет нарезание. Но нужно все время вот этот зажим обратно фиксировать. Вот так. И можно резать первый зуб. Но мы хитрые, мы будем резать сразу два первых зуба. Коснулся. Теперь отсчитываю 2,8 миллиметра. Первая канавка есть. Ослабляю зажим. Перещёлкиваю. Зажимаю. И второй зубчик. Как видите, все очень быстро происходит. Все посредине получилось. Все четко. Снимаю шестеренки. И заряжаем следующих две штуки. Раз и два. По стали тоже вполне нормально идет. Просто не особо быстро. Стальные шестерни готовы. Вот она стандартная. Как видим, все отлично катается. И сейчас буду делать шестерню. Ту, которая еще меньше. На 18 зубьев. Немного другим способом. Пришлось выточить длинную гайку. Потому что сами видите, где резец. Ну все, стартуем. Ввиду того, что шестерня маленькая будет. Здесь, как видите, нет даже пояска для зубьев. Здесь просто прорезается канавка. Фактически до конца. Здесь нет шпон паза. Так, ну вот уже и все. Зуб есть. Отпускаю рукоятку. Отжимаю вот этот копир. И переворачиваю на два зуба. Раз, два. Теперь можно зажимать и делать вторую. Второй зубчик. Получилось вот что. Вот такая шестерня. Нелегкое это дело делать шестеренки. Но куда деваться. Следующий вид шестерен на 42 зуба. Буду нарезать опять с помощью делительного диска. Вот здесь наглядно видно, как это все работает. Отжимаем шприц. И на следующий зуб. Здесь 42 деления. Вот они цифры, сколько делений по каждому радиусу. Начинается самое интересное. Дело вроде бы казалось мне безнадежным. Пока я делал другие шестерни, я думал, как делать эти. Эти на 48 зубьев. И на делительном диске таких отверстий у меня нет. Заканчивается на 43 делениях. Заводских шестерен, которые можно было бы скопировать, у меня тоже нет. Есть там крупные какие-то, но я даже уже не стал искать, потому что придумал новый способ. Как вы помните, я делал заводские шестерни на 24 зуба. Вот они. 24 умножить на 2 получается 48. Значит, будем резать зубы через один. Потом буду выставлять посередине. И дорезать опять, делать 24 зуба. Так, половина есть. Теперь снимаю делительный диск. Вот видите, цифра 24. Между двух вот этих точек нужно сделать риску. Можно даже небольшую лунку, чтобы можно было по ней выставить середину следующего зуба. Отмерил штангеном с двух сторон. Сделал риски и накернил. Выставился по вот этому пиптику. Серединка четко попадает на кернов. Откручиваю фиксатор и проворачиваю делительный диск. Для тех, кто переживает, что алюминиевые шестерни работать не будут, я вам сейчас покажу, какие здесь усилия на этих шестернях. В общем, как видите, эту шестерню я отключил от гитары. Гитара теперь не вращается. Зажал заготовку и поставил станок на подачу. Теперь я рукой буду крутить шестерню. И мы будем смотреть, как идет подача. Значит, поехали. Представьте себе, какое здесь усилие. Обратите внимание, я свободно рукой кручу. Вообще без всяких проблем. Здесь нет никакого напряжения абсолютно. В общем, хорош играться. Я думаю, всем все понятно. Чтобы пользоваться шестерней на 48 зубчиков, вот такой самый большой, мне пришлось подпилить станину. Здесь вот этот прилив был гораздо выше. И приклон гитары просто не мог ниже опуститься. Также пришлось доработать отверстие приклона гитары. Здесь на пару миллиметров пришлось его шаром по-быстрому расточить. В общем, смотрим, как теперь все становится. Так раз, так два. Шпонка и следом идет шестерня. Как видим, все помещается. Попробуем снять стружку 0,25 миллиметров. Такая стружка обычно на взрослых станках снимается. Вот обратите внимание, как идет быстро процесс. Поверхность получилась как на большом станке. Видно отчетливо вот эти ямки от резца спираль. Вот такую, ребята, теперь крупную резьбу можно нарезать на этом станке. На выходе получилась такая партия. Хотя заказ был в три раза меньше. Но я решил сразу больше изготовить. Вдруг кому-то понадобится. И самая важная информация, ребята, заключается в том, что на заказ я по одной штуке не делаю. Поэтому просьба не писать мне с этими предложениями. Себе комплект я уже отложил. Также два комплекта зарезервированы. Собственно, из-за этого я и начал заморачиваться. Вот это все добро я пока что не знаю куда использовать. Поэтому, если кому надо расширить возможности токарного станка, ТВ-4 или ТВ-6. На ТВ-7, прошу обратить внимание, эти шестерни не подходят. Здесь получается дополнительно 4 шестерни. Есть также и заводские шестеренки. Вдруг у кого-то не хватает и они могут понадобиться. Я их выполнил стальными либо бронзовыми, чтобы они были износостойкими и долговечными. Вот эти алюминиевые, они тоже должны быть долговечными. По крайней мере, та, что у меня стоит, ничего ей не делается. Большие шестерни на 48 зубьев позволяют делать большие ходы подач и резьбу с шагом 2 и 2,5 миллиметра. Вот эта шестерня на шаг 1,75. Эта на шаг 1,5. Здесь 0,6. Здесь 18 зубьев. Она в основном для микро подач 0,6 и 0,75, по-моему. В описании все подробно распишу. На этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всех благодарю за внимание и всем пока.